Все, кто играл в карты, знают эту бубновую восьмерку, но уверен, почти никто не замечал один маленький секрет. У красных четырехугольников немного изогнутые края, из-за чего белое пространство между ними создает идеальную восьмерку. Ставьте лайк, если вы никогда этого не замечали. Теперь при виде этой карты вы всегда будете обращать внимание на скрытую восьмерку. Вы наверняка много раз видели копилки в виде свиньи с прорезью для монет. Однако вы вряд ли когда-нибудь задумывались, почему копилки изображают именно в виде свиней, а не каких-либо других животных. Давным-давно в Англии для того, чтобы копить монеты, использовали глиняные горшки. Их делали из рыжей глины, которая по-английски называется fig. Вы наверняка помните, что свинья по-английски это тоже pig. Произносится почти одинаково, а пишется по-разному. В итоге из-за этого со временем копилки в основном стали делать именно в виде свиней. Этот знак двумя пальцами известен как победа, виктори или пис, то есть мир в переводе с английского. Существует легенда, что он появился во время столетней войны между Англией и Францией в 14-15 веке. Жестокие французы отрезали эти два пальца английским лучникам, которые попадали в плен. Ведь именно ими те держали стрелу. Поэтому после сражений, в которых побеждали англичане, они показывали два пальца, это было символом победы. Уже значительно позже, в 20 веке, этот знак активно использовал Уинстон Чарчилль. Интересно, что в Великобритании знак peace или число 2 пальцами нужно показывать обязательно тыльной стороной ладони к собеседнику. Так как знак двумя пальцами, когда ладонь повернута к вам, в Британии означает, что вы говорите собеседнику «заткнись», «отвали» или что-то в этом роде. Известную картинку эмодзи, в которой девушка или парень соединяет руки над головой, многие понимают неправильно. Это не означает человека, хватающегося за голову, когда он осознал ошибку, или замкнувшегося человека, который в домике. На самом деле, этот символ пришел из Японии и означает «Окей». Человек, держащий руки над головой, как бы имитирует букву «О». Знак питания или пауэр можно встретить практически на любом электронном устройстве, но мало кто знает, откуда он возник. Еще 70 лет назад инженеры стали использовать двоичную систему для обозначения отдельных выключателей. Один означает «включен», а ноль – «выключен». Со временем это преобразовалось в знак в виде круга вместо ноля и палочки в нем вместо единицы. Когда нам нужно в письменном виде выразить согласие с чем-то или отметить правильность, то мы неизменно ставим галочку. Но почему именно галочку? Редком галочки считается буква «В» из латинского алфавита. Во времена Римской империи ее использовали в качестве сокращения для слова «веритас», то есть «правда» или «истина». Левая сторона со временем изменилась из-за чернильных перьев. Когда ими начинали писать, чернила не сразу появлялись, поэтому правая сторона получалась длиннее. Интересно, что есть несколько стран, в которых галочка имеет обратное значение. Так, например, в Швеции, Финляндии и Японии галочку ставят рядом с утверждением, которое неверно или ошибочно. Амазон – это самый большой в мире онлайн-магазин. И даже если вы там ни разу ничего не покупали, то точно видели логотип. Однако далеко не все знают, что здесь есть скрытый смысл. Оранжевая стрелка соединяет буквы «А» и «З». Это первая и последняя буквы в английском алфавите. Во-первых, это означает, что в этом магазине вы найдете все от «А» до «Я». А во-вторых, изначально Амазон был магазином, который продавал только книги, поэтому первая и последняя буквы алфавита – это отсылка к началу истории компании. Значок собачки, который вы часто можете увидеть в адресе электронной почты, совсем не так прост, как кажется. Во-первых, во многих странах мира его называют совсем по-другому. Где-то улиткой, где-то обезьяной, где-то штруделем и еще множеством вариантов. В большинстве бывших советских стран прижилось название «собачка», так как на первых советских компьютерах этот значок имел значительно менее длинный хвостик и был действительно похож на собаку, виляющую хвостом. Во-вторых, мало кто знает, как этот значок вообще появился, ведь это произошло задолго до изобретения интернета, компьютера и даже печатной машинки. Больше 500 лет назад его использовали как обозначение устаревшей испанской меры весов – «Ароба». Это примерно 11 килограмм. Затем торговцы из Англии и Америки использовали этот знак в коммерческих записях. Например, торговец продал 7 шкур по 2 доллара. Вместо предлога «по» он как раз и писал значок собачки. Знак хэштега сегодня знают и используют все. Невозможно представить любую соцсеть без знакомой решетки. Но появилась она задолго до изобретения Инстаграма, Ютуба и даже одноклассников. На латыни этим знаком заменялось выражение «кум део», то есть «с богом». И на протяжении многих столетий врачи, когда выписывали рецепт для пациента, в конце ставили этот знак. Также в 20 веке американцы стали заменять этим символом знак номера, и сегодня это довольно часто используется. Знакомый сосуд со змеей можно часто увидеть в аптеках и разных медицинских учреждениях. Этот символ очень древний и имеет скрытый смысл. В Древней Греции богиней здоровья была Гигея. Ее изображали в виде женщины, кормящей змею из чаши. Много лет спустя чаша и змея стали символом медицины. Кстати, слово «гигиена» произошло именно от имени богини Гигей. Вы когда-нибудь задумывались, почему буквы на клавиатуре расставлены не в алфавитном порядке? Ведь это было бы логично. Почему мы пользуемся так называемой раскладкой «кверти» или «йцукен» в русскоязычной клавиатуре? Это те самые буквы, которые располагаются в левой верхней части. Долгое время была популярна такая версия. На первых печатных машинках сначала была раскладка клавиатуры в алфавитном порядке. Но из-за того, что кнопки с самыми используемыми буквами быстро заедали, было решено расставить их на максимально далеком расстоянии друг от друга. Однако недавно выяснилось, что во всем виноваты те, кто тестировал первые печатные машинки. Большинство из этих людей были набраны из телеграфистов, которые использовали код Морзе. Именно они путем проб и ошибок вывели, что раскладка «кверти» наиболее удобная. С тех пор подобную клавиатуру мы используем даже на смартфонах. Абсолютное большинство людей в России думает, что логотип компании McDonald's – это большая желтая буква «М». Однако это не так. Жители Америки часто называют самый известный фастфуд словосочетанием «The Golden Arches» – в переводе на русский «золотые арки». Изначально у ресторана, который основали братья Макдоналды, был совершенно другой логотип. Почти 70 лет назад они решили изменить дизайн заведения и добавить яркие золотые арки. Все для того, чтобы проезжающие по соседней дороге водители замечали ресторан и заезжали туда. И только через 10 лет после этого появился знаменитый логотип, который одновременно напоминал и золотые арки, и желтую букву «М». Кстати, в комментариях мы устроим голосование. Какой фастфуд вы предпочитаете? Макдональдс, Бургер Кинг, KFC или что-то другое? Свой вариант пишите в комментариях. Значок Bluetooth появился благодаря королю Дании Харальду Платонду. Который правил в 10 веке. У него было прозвище «синезубы», так как он очень любил чернику, и его зубы постоянно окрашивались. Технология Bluetooth в переводе с английского означает «синий зуб». Ее придумали как раз датчане, и поэтому дали такое название. А значок появился благодаря соединению первых букв имени и фамилии короля Харальд Блатонду. Хорошо знакомые эмодзи с подчеркнутой цифрой 100 мы часто используем, когда согласны с собеседником на 100%. Но на самом деле в этом знаке есть скрытый смысл, который хорошо знаком жителям Японии. Ведь именно эта страна является родиной эмодзи. В японских школах 100 – это самая высшая отметка, которую может поставить учитель. Часто в тетрадях японских школьников можно увидеть красную цифру 100, подчеркнутую два раза. Уверен, многие, увидев этот смайлик, подумают, что он означает «поцелуй». Но на самом деле это не так. Данное эмодзи означает «свист». Важно иметь это в виду, чтобы не поставить собеседника в неудобное положение. На эмодзи с поцелуем нарисовано сердечко. Чтобы в письменной речи собеседник понял, что вы задаете ему вопрос, в конце предложения вы должны поставить знак вопроса. Но откуда он взялся и почему выглядит именно так? Это пошло из латинского языка. В книгах на латыни в конце вопросительных предложений помещались слово «куэстио». В переводе с латыни это «вопрос». А чтобы сэкономить пространство, его сокращали до двух букв – «у» и «о». В итоге, по прошествии веков, из-за неразборчивых почерков «у» превратилась в крючок, а «о» – в точку под ней. В логотипе знаменитого браузера Mozilla нет лисы. В это почти невозможно поверить, ведь на картинке ничто иное, как лиса. Да и полное название браузера – это Mozilla Firefox. А каждый школьник знает, что Fox по-английски – это лиса. Но на самом деле это животное под названием «красная панда». На английском оно называется как раз Firefox. Создатели браузера хотели подчеркнуть свою индивидуальность, и поэтому взяли в качестве символа животное, которое сегодня очень редко можно встретить в природе. Знак открытой баночки на товарах – очень важный символ, на который большинство из нас не обращает внимания. Дело в том, что пищевые продукты, косметика или бытовая химия в открытом виде хранится намного меньше, чем в закрытом. Например, большинство коробок с соком можно держать открытыми только один день, о чем производители честно пишут на этикетке мелким шрифтом. На бытовой химии или косметике часто используют значок открытой баночки. Этот символ означает срок после вскрытия, в течение которого продукт можно использовать без вреда. То есть, например, 6М означает 6 месяцев можно использовать после вскрытия, хотя срок годности в закрытом виде может быть несколько лет. Не забывайте об этом. Логотип знаменитой компании-производителя спортивной одежды Nike знают все, даже те, кто предпочитает Adidas. Однако многие не в курсе, что означает этот странный значок, похожий на галочку. И, кстати, называть бренд Nike тоже неправильно. В Древней Греции богиней Победы была Ника. Ее часто изображали как женщину с крыльями. Именно крыло богини вы можете видеть на логотипе Nike. А так как компания американская, то ее название звучит как Nike, ведь именно так на английском звучит имя древнегреческой богини Победы. Если посмотреть внимательно на значок USB, то можно отметить, что он очень похож на трезубец. И это не случайно, ведь он был вдохновлен трезубцем Нептуна, символизирующим силу. То есть значок как бы говорит, что информация и электропитание от одного устройства к другому будут идти мощным потоком. Знаменитый король червей из колоды игральных карт легко запоминается тем, что тычет мечом себе в голову и единственный из всех королей, у которого нет усов. Многие годы этот вопрос интересовал игроков. Оказалось, что усы отсутствуют не потому, что король червей единственный, кто брился, а из-за ошибки печати. На оригинальном дизайне карт, которому, кстати, не одна сотня лет, у всех королей были усы. То же самое и с мечом в голове. Изначально у короля в руках был топор рядом с головой, но потом по ошибке начали печатать меч. Изображение статуи свободы видели все, даже те, кто никогда не был в Нью-Йорке. Но я уверен, вы даже не задумывались о скрытом смысле короны на голове статуи. Дело в том, что там располагается 7 лучей. Они означают 7 морей и 7 континентов. И если с континентами все более-менее понятно, то что за 7 морей? Дело в том, что это общая фраза, которая обозначали воды Мирового океана сотни лет назад. Кеды известны во всем мире благодаря особенному дизайну с резиновым белым носком. Но мало кто знает скрытый смысл этого явления. Изначально кеды были придуманы как обувь для баскетболистов. Резиновый носок делался очень твердым, чтобы защитить пальцы игроков от травм. Со временем игроки в баскетбол стали играть в кроссовках, а кеды превратились в повседневный вариант обуви. Понятно, что сегодня резиновый носок – это всего лишь украшение. Далеко не все владельцы автомобилей знают, для чего на приборной панели рядом со значком бензоколонки нарисована стрелка. Она может быть справа или слева от значка. Тем самым автопроизводители подсказывают, с какой стороны машины находится топливный бак. Ведь у разных марок он с разных сторон. Конечно, в собственном автомобиле этот лайфхак может и не пригодиться, но с учетом развития сервисов каршеринга – это очень полезная деталь. Бывает такое, что с интернет-соединением что-то произошло, и если в этот момент вы пытались что-то найти в браузере Google Chrome, то рядом с сообщением об отсутствующем подключении к интернету вы заметите маленького динозаврика. Если в этот момент нажать на стрелку вверх на клавиатуре, то вы сможете поиграть в захватывающую игру с бегущим динозавром прямо в браузере. Для этого подключение к интернету не требуется. На многих рюкзаках вы можете встретить маленький кожаный квадратик с двумя прорезями. И для чего он нужен, остается загадкой для большинства обладателей рюкзаков. Изначально эти кожаные детали выполняли полезную функцию для опытных туристов и скалолазов. Они были нужны, чтобы пристегивать к ним карабины или привязывать веревки и таким образом переносить что-то необходимое. Но со временем этот квадратик стал лишь украшением. Хотя, возможно, кто-то до сих пор использует его по назначению. Многие знают этот эмодзи с котом. Большинство людей принимает это за знак ужаса. Ведь не зря же этот значок так напоминает знаменитую картину Эдварда Мунка «Крик». Но на самом деле у этого эмодзи совсем другое значение. Кот зевает и хочет спать. Именно это изначальный смысл данного значка. Так что имейте в виду. Наверняка вы видели значок из трех стрелок зеленого или черного цвета на каких-либо вещах. Это так называемая петля Мёбиуса – символ переработки. Его наносят на упаковки, которые либо уже сделаны из переработанного сырья, или материал которых может быть полностью переработан в будущем. Рядом с барбершопами можно часто увидеть странный знак с синими и красными полосками. У вас в телефоне даже есть такое эмодзи. И у этого знака очень интересная история. До 18 века в Европе цирюльники – это устаревшее название парикмахеров – занимались не только тем, что стригли волосы, но еще и выполняли медицинские процедуры, несложные операции или, например, удаление зубов. Однако были и те, кто только стрижет, они красили столб рядом со своим заведением в синий цвет, а те, кто выполнял только хирургические операции – в красный. Не сложно догадаться, что те, кто совмещал процедуры, окрашивали столб и в красный, и в синий цвет. Сегодня этот знак, разумеется, всего лишь украшение. Многие думают, что данные эмодзи означают беззаботную и легкомысленную девушку. Однако на самом деле у этого знака есть официальное название – работник справочного бюро. То есть девушка на значке как бы спрашивает, чем она может помочь. Поэтому существуют и мужские варианты этого знака. Возможно, вы замечали, что на ватных дисках есть две стороны. Одна из них, как правило, содержит какой-то узор, а другая – плоская. И это сделано специально. Сторона с узором предназначена для того, чтобы, например, удалять лак с ногтей, а плоская сторона – для того, чтобы снимать макияж. Наверняка вы замечали небольшое отверстие на раковине сразу под краном. Казалось бы, зачем оно нужно? Во-первых, отверстие препятствует разливу воды, когда основное не справляется. Во-вторых, через него выходит лишний воздух. Мы уже настолько привыкли к полоскам зебры на дороге, что даже никогда не задаемся вопросом, почему пешеходные переходы стали отмечать именно таким образом. А подобная разметка массово стала использоваться не так уж давно – в середине 20 века. Исследователи проанализировали данные о происшествиях за долгие годы и пришли к выводу, что именно полоски на дороге наиболее заметны для водителей. Даже если вы не играете в футбол, то точно знаете, как выглядит мяч для этой популярной игры. Самый распространенный вид дизайна – это черно-белые шестиугольники. Но почему мячи стали делать именно такими? Изначально на заре распространения футбола мячи делались одноцветными, в основном коричневыми. Но когда телевидение стало привычным явлением, мяч стали делать черно-белым, ведь и телевизоры сначала были только черно-белые. Поэтому мяч, состоящий из двух цветов, был лучше заметен зрителю. Со временем телевизоры стали цветными, а привычный дизайн мяча сохранился. А форма шестиугольников у составных частей потому, что так в итоге мяч приобретает максимально приближенную к идеальной сфере форму. Если вы посмотрите на экран своего смартфона, то увидите большое количество приложений, многие из которых имеют иконки синего и голубого цвета. И это неспроста. Цвет имеет сильное влияние на наше подсознание, и синий традиционно воспринимается как нечто интеллектуальное и надежное. То, что нужно большинству важных приложений. Заплаты на локтях – частый элемент одежды. Понятно, что сегодня это всего лишь дизайнерское украшение. Однако появились эти детали довольно давно на военной форме. Солдаты часто упирались локтями в землю, и чтобы одежда в этих местах протиралась не так быстро, на локтях изначально стали пришивать дополнительный слой ткани. Не забудьте поставить лайк, если вам было интересно это видео, также подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы всегда быть в курсе новых видео, и конечно же оставляйте свои комментарии под этим роликом.